Здоровки Амиго, рад приветствовать тебя на канале Амиго, на сегодня реакция топ 5 моментов, когда Ubisoft кинули своих игроков, хотя зачем нам топ 5 вообще, там можно топ 100 даже сделать, потому что всегда, фактически в каждой игре Ubisoft кидает игроков и постоянно вводит новые донаты, ну ладно, не суть, про Ubisoft мы и так знаем, особенно в современное время. После выхода моего ролика про уход создателей Ассасина из Ubisoft, многие писали, насколько все-таки компания поступает плохо во многих моментах, но суть в том, что Ubisoft поступает так не только с разработчиками, но и с игроками, и конечно, я прекрасно понимаю, что смысл таких корпораций состоит в том, чтобы зарабатывать деньги, это их главный приоритет, из-за этого они будут вводить в заблуждение, будут продавать игры по частям, будут впаривать нам скины и так далее, но так или иначе есть границы, то что делать нельзя. Как например то, что Ubisoft сейчас по жесткому обманывают игроков с микротранзакциями в Вальгале, и выражаясь сленгом, людей кидают на деньги, и подобное они делают не в первый раз, поэтому я решил рассказать вам 5 моментов, когда Ubisoft натурально кидали игроков, в том числе обсудим то, что они делают в магазине Вальгалы, но отвлечемся немного от всего этого, и поговорим о чем-нибудь хорошем и полезном. Вот например, вы хотели когда-нибудь запустить современные игры, даже на старом ноуте, так вот, такую возможность может вам дать MyGamesCloud, это новый облачный сервис, который позволяет запустить в описании, и попросту не стоит рассказать. Эта история самая громкая, поэтому она на последнем месте, но все же о ней стоит рассказать. Все началось с того, что Юбики решили создать невероятный хайп вокруг Юнити, чтобы прям все про эту игру узнали. Они конечно рассчитывали, что продадут десятки миллионов копий, поэтому в рекламу вбухали невероятное количество денег. Согласно разным инсайдерам, на игру потратили примерно 140 миллионов долларов, это в 7 раз больше, чем бюджет первого ассасина. Я не знаю, помните ли вы то время... 140 миллионов долларов, 140 просто, 140, мать моя женщина, откуда такие просто бешеные бабки, 140 миллионов долларов. Это очень неплохой бюджет на самом деле, если вам кажется, что это мало, это вообще офигеть как много. Только вдумайтесь, миллионы долларов, миллионы долларов, камон. Время, ну о Юнити говорили везде. Каждый день какие-то новости, например, подробности, геймплей, разные конкурсы, обещание сделать одну из самых лучших игр всех времен. Кстати, в одном видео я рассказывал, что они вызвали даже Арни, чтобы он поиграл в игру. Так вот, это был фейк. На самом деле, Юбисоф взяли пародиста и он записал все эти голоса. Чувак, конечно, смешной, но как вы понимаете, все это было создано для кликбейтов. В общем, игру предзаказывали активно, все ее ждали, а потом... Все, поехали, поехали. Юбисоф тогда сделала самую большую ошибку за все время существования. Из хорошей компании они превратились в говно. Я до сих пор скучаю по тем временам, когда игроки могли постоять за себя. Их обманули и они отплатили Юбиком. Правда, они свою вину не признали. Все свалили на одного человека, изменили концепцию серии и сейчас кидают людей на донаты. Так что ничего особо не изменилось. Обидно. Итак, представьте, 2010 год, выходит второй Ассасин на ПК. Вы его покупаете, но игра не работает. В прямом смысле этого слова, она не запускается. Потом проходит некоторое время и вроде можно уже играть. Но ты замечаешь, что твои сохранения постоянно удаляются. Потом опять ты несколько недель не можешь играть в игру, потому что серверы упали. И, конечно, после такого у вас будет только один вопрос. Что за ужас тут творится? Что за фигня? Да вот, все это было в реальности. Как так получилось? А все просто. Юбисоф пытались бороться с пиратами. Дело в том, что в то время у них была навязчивая идея. Что пираты крадут у них деньги. Что каждый, кто качает игру с торрента, лишает их 60 баксов. Кстати, эту логику многих разрабов объяснил недавно Дрю в своем ролике. В головах многих девелоперов и издателей существует прямая как палка логика. Каждая спираченная копия игры... Ооо, знаем, знаем этого парня. Проданная копия игры, но на данный момент, по тем исследованиям, что у нас есть, не по каким-то там личным мнением, можно сделать вывод о том, что игровой индустрии в глобальном масштабе, оно не вредит. В видео много интересной инфы, так что зацените. Ссылку оставлю в описании. Так вот, юбики прям горели желанием наказать всех этих пиратов. Но суть в том, что они при этом наказывали только тех людей, которые покупали их игры. Да, там настолько умные люди работают. Их борьба была примерно такой. Во-первых, они релиз на ПК переносили на примерно полгода после релиза на консоли. Поэтому игроки на PC не могли играть нормально в проекты, которые выходили на тот момент. Им приходилось постоянно ждать. Во-вторых, Ubisoft придумали DRM-защиту, которая и творила всю эту дичь, которую я описал выше. Потому что второй ассасин требовал постоянного соединения к интернету. О нем всех был хороший инет в то время. Плюс это был опять же релиз. В это время в игру играют сотни тысяч игроков. Поэтому сервера не справились. И люди, которые купили игру, не могли неделями в нее играть. А пиратов взломали второй... Самое смешное... Я уже, наверное, скорее всего даже догадываюсь, что сейчас скажет он. Самое смешное, что пираты просто взяли, взломали, убрали эти все функции тупые. И люди просто играли. Вот я реально даже, наверное, опережу. Скорее всего, так именно и скажет автор нам. Потому что так оно и было. Серьезно. Я давно играл во вторую часть. И, кстати, вторая часть у меня в стиме приобретенная. Я ее проходил сейчас на данный момент. Ну, на данный момент я ее не прохожу. Ну, прошел ее давненько так в этом году. Че я несу просто. Вот. Ну, такая. Такая можно поиграть. И вторая часть считается самая более такая прикольная. Второго ассасина. И играли без проблем. Как неловко. От всего этого говна отказались только в 2017 году. У Ubisoft до сих пор даже загрузочник имеет свои проблемы. У Ubisoft обманывали ПК игроков. Типа, все будет норм, не переживайте. А потом пираты наслаждались игрой. А люди, которые заплатили 60 евро. Сидели и ждали, пока серверы заработают. Да, да, да. Так неловко. Созвать туксом все просто. Ой, хорошо. Ой. Не, просто очень хорошо подметил. Реально. И так со многими. Первой, второй части нету поддержки русского языка. Вы знали об этом, да? Даже когда ты покупаешь, ты такой. О, надо было посмотреть, есть ли там русский язык. А, там же нет русского языка. Нужно скачать русификатор. А, зачем покупать игру, если можно скачать уже крякнутое питонское создание. Вот этот фракенштейна, в котором уже будет все вшито. Все, что тебе надо. И плюс еще не будет тормозить. И будет вырезано лишнее дерьмо, которое добавлено в платной версии. Вот так вот все и получается. Реально. Серьезно. Серьезно. Стоит задумываться. Просто. Издатель думал, что разрабы смогут создать технологический шедевр. Поэтому они заранее нам показали фальшивые демки. И несколько лет нас обманывали. Рекламировали то, что не существовало. А результат всего этого вы знаете. Самое обидное, что на этом обмане им удалось рубить очень много денег. Игру предзаказывали бешеными тиражами. И она даже побила пару рекордов в плане продаж. И Юбиком ничего за это не было. И это как-то не очень. Они заслужили хотя бы несколько коллективных исков. Что касается серии Division, то честно. Мне очень жаль людей, которые купили эти два проекта. Ибо Юбисовт их обманывали очень жестко. И давайте по порядку. Все началось на E3 2013. Тогда показали очень красивую игру. Но на выходе все было конечно не так. Многие скажут, ну окей. Юбики обманулись с графоном. Это можно как-то пережить. Ведь дальше же они перестали врать игрокам. Нет, не перестали. Совсем, совсем обманули. Юбисовт усиленно пытались показать, что у Division все хорошо. Поэтому почти в каждом интервью они врали насчет состояния игры. Типа они настолько хорошо работали, что люди аж удивились. И 97% игроков, которые бросили Division, прям взяли и вернулись. Ага, поверил. Ну и бредятина. На самом деле все было далеко не так. Согласно сайту TwigTown, Юбисовт завысили цифры игроков в 4 раза. И они открыто про это врали. Опять же, чтобы показать, что у игры якобы все хорошо и ее стоит купить. И вот 2017 год. Разрабы все так же повторяют, что у игры все клево. Да, они начали сейчас делать новую игру. Но это никак не повлияет на поддержку Division. Мы все еще планируем поддерживать игру на протяжении долгого и длительного времени выпускать обновления. Дальше нонсировали вторую часть. Но разрабы сказали, что не стоит беспокоиться. Поддержка игры будет еще долгой. Все будет норм, купите ее. Поэтому в какое-то время, в какой-то период времени люди вообще не пытались даже покупать игры. То есть вы понимаете, да? То есть ты платишь за кусок кирпича просто. За кусок кирпича, который недоработан и вообще в это играть невозможно. И плюс еще все на сплошном донате. Благо сейчас в наше время более-менее как-то все эти углы смягчены. Но тем не менее, тем не менее, продолжается такая вот дичь. Хатап. Такой классный мужик был. В будущем вас ждет столько контента. После этого они сделали несколько ивентов и бросили игру. Это очень неловко. Мне реально жаль игроков, которые прошли через все это. Очень неловко. Вы только подумайте. Они купили не то, что им рекламировали. Их обманули, мол, у игры все хорошо. Что дальше будет только лучше. И в определенный момент проект просто бросили вместе со всеми игроками. Ну и теперь купите вторую часть. Даже люди в стиме, которые обычно лояльны в плане оценок, писали что-то типа. Вот досада. Меня покормили отходами. Думаете, все закончилось? Нет. Со вторым движением было то же самое. Когда началась бета-игры, то в ней было очень много ошибок. Но окей, это была незавершенная игра. Очевидно, что багов было очень много. Начиная от каких-то визуальных ошибок. Заканчивая тем, что звук в принципе не работал. Ну и разрабы обещали, что постепенно все исправят. Что они собрали баг-репорты и чинят все без установки. В смысле постепенно? В смысле постепенно? Я за игру заплатил, чтобы поиграть в нее полноценно. А вы говорите, мы постепенно вернем звук. Не переживайте. Вы офигели что ли? То есть на тебе деньги, на тебе некачественный продукт. Я считаю, что на возврат игр должно бы существовать такое правило. Типа, если в игре какая-то творится подобная дерьмина. Ее можно сразу же вернуть и сразу же получить в этот же день свои бабки. Потому что это несправедливо и нечестно как минимум. Покупать некачественный продукт. Ты ожидаешь одно, получаешь на выходе другое. Какого черта? Вы что, обалдели что ли? Я плачу за это бабки. Я плачу за то, чтобы играть, наслаждаться процессом. А не для того, чтобы ждать, когда вы, черт побери, исправите это все дерьмо. А я это вернуть еще дальше не могу. А если я верну, еще буду получать. Фиг его знает, когда свои деньги. Камон. Это вообще, ну, это дичь просто. Это просто дичь. Это вот эта тупая политика. И пока такая тупая политика существует, будут продолжаться клепаться вот такие вот подобные игры, обдираловки. И ничему не будут учиться компании. Хотя бы, ну, чему-то должны компании научить хотя бы. Что, типа, нельзя вот так вот делать игру. Надо делать изначально хорошую. Потому что люди будут возвращать себе обратно денежные средства. И все. А еще лучше наказание. Возвращать себе денежные средства, а игра будет оставаться. Вот так вот. Вот так вот надо карать за вот такие вот косяки. Понимаете? Потому что я, извините, что я забомбил. Я просто представляю того самого человека, который заплатил, заплатил реально за игру, например, там, 50-100 баксов, да? А в России так это вообще для нас, это, ну, неплохие такие деньги-то. 100 баксов это не копеечка. Ну, извините, пожалуйста. Там, 60 даже баксов, это тоже не копеечка совершенно. И ты такой получаешь на выходе такой... Чего ты? Что ты получаешь вообще? В итоге тебе нужно аккуратненько час поиграть, чтобы вернуть, если там все не подтверждается своим ожиданиям. Да капец. Камон. Как же бомбит просто. Причем самое смешное, что многие защищали Ubisoft. Вау, просто вау. Если игра тебя так сильно раздражает, просто не покупай ее. Если ты домашний, просто купи дом. И хотя таким людям объясняли, в чем проблема игры, они все так же дальше писали свое... Вау, просто вау. Таких игроков много, и именно им Юбики продолжали дальше брать. Я бы эту игру, если бы знал, что она изначально такая дерьмовая. Хотя они нормально в апдейте не выпускают уже год. Они делают только какие-то ивенты и прочее, извините, дерьмо. И обещают, что вот в конце этого года выпустят новый контент. Бомбит, просто реально бомбит, прям вообще бомбит. Цитата. Мы пытаемся понять, почему игра крашится у многих. Это у нас в наивысшем приоритете. То есть, они на данный момент не исправляют проблему. Они пока пытаются понять, в чем в принципе проблема. Серьезно. Игроки Дивижена реально настрадались. И вот уверен на 100%, что с последними обновлениями вторая часть не станет лучше. И самое смешное, что Юбиков все так же будут оправдывать. Люди все равно будут ждать до конца этого года обновления, получат то самое говно, будут плакаться. И ничего Юбисов за это не будет. Ведь эти же люди купят их следующий проект. Итак, Юбисов получила довольно большой профит в продаже Вальгалой. Это самая продаваемая игра студии за все время ее существования. Ну и после этого они начали рубить больше денег с доната. Ибо все почему-то уже забыли, что ты не должно быть в синглплеер игре. И стали покупать этот мусор. Ну и что думаете, они на этом остановились? Нет, ни в коем случае. Монета же идет. И теперь они докатились до того, что обманывают игроков. Дело в том, что бонусы донатных вещей не работают. И все из-за того, что в игре есть система статов, которая в принципе не рабочая. И уже несколько месяцев разработчики якобы пытаются исправить эту проблему. Но ничего не меняется. То есть продавая все эти вещи с разными... Просто за донат приобрел себе вещичку, чтобы быть мощным. Теперь, чтобы быть просто мощным парнем, задонатил, купил. А ты нифига мощным не стал у тебя. Ты просто за красивую картинку просто платишь. На тебе вот. Вот так вот. На, в экран. Прям в экран. На. На. Новая Валхала. На тебе. На. Не смейте выпускать новый Ассасин. Не надо. Даже не надо. Я даже не хочу представлять, что будет еще после Ассасин Скрипт Валхала. Просто не надо, пожалуйста. Просто прошу вас. Не надо. Почините... Юбисофт, почините, пожалуйста, ваш загрузочник. Потому что, когда я пытаюсь поиграть в какую-то игру, ваш загрузочник реально тупит. Даже вот этот загрузочник тупит. И вот на счет Юбисофт вообще. Я говорил в видео с... То же самое я говорил все в видео, где на Каргас рассказывал про Юбисофт. И во многих видео, где упоминался Юбисофт, я всегда говорил. Ну да что? Почему вы так скатились? В чем проблема Юбисофт? Эээ. Здрасте. Вы что? Вы стали конвейером для бабок. Может быть, вы будете делать реальные игры. Стараться работать над этим всем. Камон. Прям бомбит. Ну правда бомбит. Просто злит прям это все. Бонусами они вводят людей в заблуждение. Потому что все это не работает. И игроки просто покупают бесполезные скинчики. Даже не догадываясь, что они абсолютно бесполезные. А еще Юбисофт начали продавать перекрашенные костюмы. Которые уже есть в игре. То есть во втором ассетине просто ходил к портному и менял цвет одежды. Но теперь это стоит 15 евро. И самое смешное, что люди кидают, а они это хавают. Никто это не обсуждает и не осуждает. И меня это реально удивляет. Недавно тройбекер и еще какие-то чуваки провели подкаст, и они оправдывали подобные вещи. Мол, разрабы всегда используют старые ассеты. Не нужно это как-то осуждать. И да, это так. Но это ассеты травы, деревьев и так далее. Логично. И самое обидное, что игра все больше и больше превращается в донатную помойку. Ну и вы получили деньги. Вы очень хорошо заработали и зарабатываете. Зачем все это? Ради лишних 15 евро? Серьезно? Реально, во что превратилась эта компания? Долго рассказывать. Жизнь полно. Ну и на сегодня, пожалуй, все. Классика. Надеюсь, вам понравилось. Долго рассказывать. Если это так, то поддержите лайком и подпиской. Также заходите в мою группу. У нас там лампово. В общем, не дайте себя обмануть. И до скорого, ребята. Сразу скажу, извиняюсь за такое растянутое, долгое видео. Очень много мнения просто складывалось у меня. Да и я всегда придерживался такого мнения, на самом деле, по продуктам Ubisoft. Я даже когда смотрю игру, вот честно я вам скажу, я честно скажу за себя. Я когда смотрю игру, я смотрю, не Ubisoft ли это случайно. И задумываюсь, купить мне или не купить. Потому что каждый продукт Ubisoft я задумываюсь. То есть, когда я купил герою Меча и Магии шестую часть, об этом я тоже рассказывал. Мне нужно было провернуть манипуляции, чтобы в нее поиграть. То есть, нужно было реально убрать черный экран. Потому что для новых компов эта игра не реализована. Не реализована. И до сих пор это не исправляют. И об этом не сказано нигде. Только в комментариях гневных об этом рассказывают. Фаркрай, я не знаю, Фаркрай, наверное, закончился на пятом. Просто Фаркрай закончился, даже не на пятом, даже на четвертом, наверное, закончился. Я не знаю, насчет пятого у людей вот так вот разделяются мнения. Вроде бы пятый нормальный, вроде пятый ненормальный. Некоторые на Нью Даун заканчивают просто, говорят, нет. Типа, я не знаю, я в четвертый, в пятый не играл особо. Точнее, в пятый немножко поиграл, четвертый немножко поиграл. Четвертый еще не прошел, хочу пройти. И пока у меня складывается мнение, что с каждым разом игры все хуже и хуже выходят. Шестой так Фаркрай вообще. Посмотрите обзоры, они все за вас скажут. Все скажут за меня, все эти обзоры про Фаркрай шестой. И что, ну не стоит даже покупать. Про Ubisoft, по-моему, да, если даже записывать отдельный ролик, он уйдет на целый час. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok